Добрый день! Дорогоценные наши друзья, рыболовы, рыбоеды и ценители морских деликасетов. Сегодня у нас винегрет из кальмара. Для новогоднего стола. Берем денежек вот такой обычный. Берете одну тушку кальмара. Можете купить самую дешевую, с потрохами. Распотрошите, отварите ее. Кожицу снимите сначала. Да, кожицу сначала снимите, потом отварите. Как варить у нас на канале будет под этим видео. Ссылочка. Берете ножик и шинкуете ее до такой кондиции. Ну это я порезал пока на полукольце. Можно разделить на столомку. Ну еще понадобится картошечка. Можно одну взять, если не любите сильно картошку. Можно взять две. Картошку можно отварить в воде, как обычно. Да. Можно запечь в микроволновке. В микроволновке или просто отварить картошку. Отварите свеклу. Ну где-то наверное четвертушка свеклы нужна будет на эту порцию, на локальмара. Слепно желательно брать такую красивую, чтобы она сладкая и нормальная. Огурец. Здесь наверное хватит пол огурца. Огурец лучше брать маринованный, не чистый, как в бочке. Да, в магазине сейчас любой можно выбрать. Не обязательно самому солить. Лучок. Можно взять красный, синий, любой сейчас всего. Половинка средней луковицы. Да, половинка среднего размера. Так. И морковка. Морковку тоже отварите. Или запеките. Или запеките в микроволновке, если она позволяет запекать. Заправите это дело все золотой семечкой. Имеется ввиду подсолнечным маслом. Желательно не рафинированным. Ароматным. Да, ароматный вкус, чтобы был. Добавите это в по вкусу сухарку. Там где-то пол чайной ложечки, если необходимо. Посолите. Ну, поперчите. В принципе, все. Все это сейчас мы будем готовить. Зима и горошек кто по вкусу добавляет, кто не добавляет. Все от вашего хотения. Самый главный ингредиент в этом чудо-блюде, в этой всей системе, это, конечно, кальмар. Попробуйте и напишите, как у вас что получилось. Обязательно пишите нам комментарии, что вам нравится. Да, как получилось и съедобно ли. Нам это нравится. Итак, приступаем к готовке. Берем первое, что. Дорезаем соломкой нашего кальмара, чтобы было его удобней кушать. И так примерно. Не обязательно его сильно там разрезать. Порежем еще чуть-чуть. Так, ингредиенты в стороночку пока. Все это мы берем такую чашку повлобжи, чтобы не летела по столу. И все сюда складываем. Потом берем морковку и режем ее соломкой. Может, конечно, на терке ее было, но она что-то разварилась у нас. Поэтому лучше ее аккуратно порезать квадратиками. Овощи можно нарезать и ножом со специальными зубчиками мелкими. Все это помещаем сюда. Берем картофель и режем тоже его. Можно использовать обыкновенное приспособление китайское, которое режет эту картошку на ровные кубики. Может, можно не использовать. Одной картошки достаточно. Перемешиваем это чуть-чуть сразу. Берем огурец соленый, маринованный, любой. Какой вам больше нравится. Пол огурца достаточно на такое количество кальмара, чтобы был пикантный вкус. Берем репчатый лук. Ну, на такое количество кальмара, я думаю, четвертушка головки средней вполне достаточно. И шинкуем его. Овощной. Овощной. Режет хорошо. Это все сюда. Тарелочку с голубой каемочкой. Берем свеклу и также ее шинкуем. На квадратик ее режем. И добавляем все это в наше чудо-блюдо. Берем растительное масло пахучее, нерафинированное. Ну, добавляем ложку. Я думаю, можно добавить еще одно. Мне нравится такое масло. Берем вот такие вот у нас есть мешалки. Вы можете любым способом перемешать. Ну, такими мешалками мешать удобнее. Все ингредиенты не разваливаются и не замешивают и не давят. Самое интересное. Кальмар становится такой розовенький от свеклы и на вид такой приятный. Теперь, не забыть, надо посолить эту вещь. Берем где-то пол чайной ложки примерно и присаливаем наше изобретение. Берем пол чайной ложки сахара, тоже добавляем. Ну, сахар еще, качество сахара зависит от свеклы. Но у нас, честно говоря, свекла чуть-то не очень сладкая. Пришлось добавить сахарку. Берем снова наши мешалки и перемешиваем вот так вот аккуратненько, чтобы это все у нас было красивое и интересное, и аппетитно выглядело. Берем такую симпатичную розеточку, на одну порцию берем кальмарчика, выкладываем сюда винегретик. Ну, я думаю, достаток. Берем зелень петрушки и укропчика, не забудьте его сполоснуть. Берете зелень петрушки и укропа и шинкуете мелко-мелко. Немножко, примерно в чайную ложку. Да, чуть-чуть, для вкуса и красоты. Потом берете сверпу это, на каждую порцию вверху. Салатик к Новому году, к дню рождению и повседневному питанию. От Петра до Кролевона, бывшего морского курсанта. Заходите к нам на сайт, ставьте лайки, пишите комментарии. Ваши ощущения от вкусных блюд.